Тогда, в далеком 41-м, ему казалось, что жизнь складывается как по нотам. Успешно окончил школу, техникум, устроился работать на одной из крупнейших предприятий Донбасса, Горловскую электростанцию. Вступил в партии и уже подумывал о женитьбе. Но война в планы юноши внесла свои коррективы. У меня была повреждена левая рука в локтевом суставе. И в армию меня не взяли. А когда война началась, тогда ЦК ВКПБ излюбленное постановление издает призвать в армию нестроевой состав с 1902 года рождения по 1922. В 22 года Евгений Федотович стал в строй. Однако тогда таких, как он, называли не просто солдатами. Их именовали политбойцами. Перед ними, как перед людьми партийными, ставили задачу первыми подниматься в атаку и личным примером увлекать всех остальных в бой. После месячной подготовки казачок попадает на передовую в Белоруссию. Винтовку в руках юноша держал всего во второй раз. И первые его выстрелы были уже на поле боя. Десять шагов пробежал, падаешь. И влево или вправо обязательно отползти должен метра на 4-5. Почему? Потому что немец же видит, что ты бегишь. И видит, куда ты упал. И если туда упал, он же туда будет стрелять. А ты же не будь дураком от полных сторон. А там у нас научили. Потом было ранение и несколько месяцев в госпитале. После выздоровления Евгений Федотович работал в тылу на электростанциях. Но через полгода его направили в Смоленское артиллерийское училище. После спецкурса служил в войсках разведки и связи. А в 1943 году снова на передовой, теперь в Ленинграде. Брал участие в прорыве и снятии блокады города. Также оборонял Пулковскую обсерваторию, которая для Советского Союза была стратегическим объектом. А для фашистов целью для уничтожения номер один. Именно здесь Евгений Казачок раскрылся как талантливый артиллерист. Записанному в выставе батарея, то есть орудие приводится к бою за 17 секунд. Я свое орудие приводил за 7-8 секунд. Командир полка получил это сообщение, сказал, распорядился. Как только пойдем в бой, наградить Казачка и Толокнова орденами, я получил красную звезду. За оборону Нарвского плазарма получил орден Отечественной войны 2-й степени. Форсирование реки Одер получил орден Отечественной войны 1-й степени. Пол Европы прошагали, пол земли. Эти слова из песни и про Евгения Казачка. За время войны он повидал немало, находил, а потом терял друзей, отступал, а затем атаковал врагов. 9 мая солдат праздновал в немецком Дрездене. Говорит, всю войну от смерти его оберегала любовь к будущей жене Надежде, которая тоже служила на фронте медсестрой. Теплые письма и предвкушения будущей встречи, вспоминает, помогали выжить и перетерпеть ужасы того времени. Сейчас ему 88, и в свои годы Евгений Казачок, несмотря на нелегкую судьбу, сохранил оптимизм и чувство юмора. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.